В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Международный женский день уже вступил в свои права. Либерчанки принимают поздравления. Если это не сделать, то, наверное, мы превратимся в Иванов, не помнящих своего родства. Уроки истории будут усвоены. Школьные музеи сохраняют память о подвигах либерчан. Спорт в радость. Финал веселых стартов собрал юных спортсменов Подмосковья в Либерцах. Котики не только в ленте, но и в Люберецкой картины галереи. Художник Виктор Марков представил выставку «Мартовские коты». Сейчас об этом подробнее. Итоги недели подвели в администрации Люберец. Оперативную обстановку в округе, работы пожарной службы, вопросы ремонта подъездов, замены лифтов и другие темы обсудили на заседании. Подробности далее. В заключительный день Масленицы сотрудники полиции работали в усиленном режиме. По словам начальника ведомства Евгения Романцева, празднование проводов зимы прошло без нарушения общественного порядка. Всего за неделю в межмуниципальное управление поступило 2000 обращений. По данным обращения возбуждено 26 уголовных дел из места, 22 раскрыто по горячим следам. Также было 170 ДТП, из них 5 с пострадавшими. 36 раз сотрудники гарнизона пожарной охраны выезжали по сигналу тревоги. Бороться с огнём пришлось в четырёх случаях. Два пожара зафиксировали на территории городского округа Люберцы. Оба пожара произошли на автомобильном транспорте. Это Томилино на территории ГСК и в Люберцах на посёлке Луги у внутридемовой площадки. Отопительный сезон в городском округе проходит в штатном режиме. По графику продолжается работа по замене лифтов. Для того, чтобы завершить план 2019 года, остаётся установить 13 подъёмников. А что касается ремонта подъездов, то впереди ещё много работы. В этом году в округе преобразится 470 входных групп. С начала 2020 года отремонтировано 45 подъездов управляющих компанией ЛГЖТ и ТСЖ «Солнечные поляны». На сегодняшний день в работе 31 подъезд. Работа проводится управляющей компанией ЛГЖТ и управляющей компанией его содействия. О проделанной работе доложили также сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства. Кроме того, участники совещания выслушали представителей медицинских и экстренных служб. Народные избранники единогласно поддержали новый проект бюджета городского округа Люберцем. Его рассмотрели на очередном заседании Совета депутатов. В этом году из казны округа выделят более 23 миллионов рублей на обеспечение многодетных семей земельными участками. На 4 миллиона рублей увеличится субсидия на жилье для молодых семей. Еще 5 миллионов направят на строительство модульной котельной в поселке Малаховка. Расходная часть по данному проекту увеличивается на 143 миллиона рублей. Основные направления увеличения расходов. 38,1 миллиона рублей направляется на обеспечение деятельности муниципальных учреждений городского округа Люберцем и органов местного самоуправления. Кроме того, из бюджета городского округа выделят средства на благоустройство парка Наташинские пруды и в зоне отдыха появится амфитеатр и детская игровая площадка. Люберецкие полицейские задержали наркоторговца, который подозревается в сбытии амфетамина. 23-летний местный житель пойман на улице 8 марта при передаче порошкообразного вещества мужчине. После задержания правоохранители установили, что изъятый порошок – психотропное вещество общей массы около 2 граммов. В квартире задержанного стража порядка изъяли мешок, в котором было 124 свертка с аналогичным содержимым общей массой около полукилограмма. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Фигурантом суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Люберцы присоединились к афанасьевским чтениям. В 16-й раз конференция объединила на площадке Российского государственного социального университета ведущих специалистов в области социального управления. За их дискуссией наблюдала Дарья Борисова. Социально ориентированное управление в решении вопросов современной социальной политики России. Именно так звучала тема 16-х афанасьевских чтений. РГСУ ежегодно проводит такие встречи не случайно. В дискуссии участники конференции ищут новые подходы к решению вопросов государственного и муниципального управления. Сегодняшняя ситуация востребованности темы социального управления, изучения, она огромная. Огромная, потому что куда ни возьмись и вопросы национальных проектов, и демографии, и здравоохранения, и культуры, и спорта, и развития темы производительности труда, и так далее, и так далее. Они, конечно же, не могут быть решены без эффективных подходов социологии управления. Участником афанасьевских чтений стала председатель комиссии по миграционной политике Люберецкой общественной палаты Екатерина Дегтярева. В своем докладе она осветила методы, с помощью которых власть Подмосковья предотвращает межэтнические конфликты. Так, это фестиваль национальных культур Подмосковья, территория дружбы, премия «Наши Подмосковья» и законы о некоммерческих организациях. НКО, осуществляющее деятельность по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, по профилактике экстремизма, признанные социально ориентированными на территории Московской области, и, соответственно, могут получать соответствующие гранты. Афанасьевские чтения – это взаимовыгодное сотрудничество между РГСУ и специалистами. В докладах участников руководители университета черпают идеи для будущих исследований и проектов. В свою очередь специалисты присматриваются к учебному заведению как к потенциальному партнёру. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с 95-летием жителя Люберец Михаила Акимовича Расторгуева. Приглашение он получил во время торжественного мероприятия в преддверии Дня Защитника Отечества. Праздничное чаепитие состоялось у юбиляра дома в окружении его дружной семьи – детей, племянников, внуков и правнуков. Мы сейчас были в маньяках и разговаривали с врачами. Я рассказывал про вас. С 20 февраля он нам всем ещё и песню спел. Нам пишу картины. Меня всё это вдохновляет. Это моё хобби. Михаил Акимович родился в Курской области. В 1943 году попал на фронт, участвовал в Курской битве, дошёл до Польши. Там получил серьёзное ранение. День победы встретил в Прибалтике. Награждён Орденом Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, а также медалью «За победу над Германией». В начале 50-х Михаил Расторгуев переехал в Люберце, работал в тресте Мосгазпроводстроймотористом. На пенсии увлёкся живописью. На юбилей ветерану губернатор вручил именной торт и мольберт. В Люберецкой картинной галереи открылась выставка, к которой можно прикоснуться не только взглядом. Серия тематических панно «История в портрете» выполнена в уникальной технике, благодаря которой зритель может максимально приблизиться к искусству. Не упустила такой шанс и наш корреспондент Дарья Борисова. Руками не трогать. Сейчас эту фразу в картинной галереи не услышишь. Панно из серии «История в портрете» в бой идут одни старики, работы, к которым можно и нужно прикасаться. Образы написаны акриловой художественной пастой, которая делает картины антивандальными. «Техника проверена, очень прочная. Напишется она вот такими вот инструментами, которые называются мастихины. Поэтому это мастихинная живопись, в отличие от кистей. И она с виду очень интересная в плане тактильности. Ее можно трогать, их можно даже ронять. Они не боятся влаги, не боятся перепадов температуры». Федор Селезнев – автор этой уникальной техники под названием «Эфмайолика». Госям выставки он предложил прикоснуться к образом легендарного фильма «В бой идут одни старики». Главный герой Полотин – дважды герой Советского Союза Виталий Попков. Именно он стал прототипом капитана Титаренко. Идею Федора Селезнева оценили на правительственном уровне. Проект получил президентский грант. По душе он пришелся и простому зрителю. «Издали посмотрел, ну, фотография. А когда подходишь сюда, вроде бы небрежно что-то набросано. Но это уже мастерство художника, я так понял. Что вот они сразу с годами все приходят. Но это действительно что-то новое». Серия «Панно. История в портрете. В бой идут одни старики» объехала уже 12 городов страны. Люберецкий округ стал третьим в Подмосковье, кто принял эту уникальную выставку. Она задержится в картинной галерее на месяц. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Они не могут сравниться своим масштабом с Центральным музеем Победы, но их роль в сохранении памяти также важна. Школьная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, рассказывает подрастающему поколению о событиях тех лет, которые забывать нельзя. Экскурсию по этим камерным хранителям военной истории посетила наша съемочная группа. «Здесь мой дедушка с боевыми тамарищами. Это фото сделано в освобожденной Германии. Здесь мой дедушка в дозоре». Молодой человек, который смотрит на своих внуков черно-белых фотографий, Евгений Алексеевич Иванов. Участник Великой Отечественной войны ушел на фронт, когда ему было 17. Вместе со своей стрелковой дивизией дошел до Берлина. Победу советских солдат встретил с боевыми ранениями и медалями. У него есть боевые награды за победу над Германией и за взятие Берлина. И два ордена Великой Отечественной войны, первый степень и второй. Потомки героя войны решили не прятать эти истории в семейных альбомах и рассказали о своем прадеде, воспитанникам гимназии номер 18. Стенд-биография Евгения Иванова стала новым экспонатом школьного музея. С 2009 года здесь бережно хранят вещи, которые рассказывают о фронтовых буднях советских солдат без прикрас. На такой вот ручной мельнице они мололи зерно, засыпали вот сюда вот зерно. Вот таким вот образом шло вращение ее по кругу. И вот здесь вот высыпалась уже полученная мука. Предметы быта, военной одежды, наград, фрагменты оружия. Такова коллекция Камерного военного музея гимназии номер 18. Самые ценные экспонаты подарены школе, участниками поисковых отрядов и ветеранами. На полках стеллажей безмолвные свидетели военных лет несут просветительскую миссию. Мы должны собрать это и передать будущему поколению все, что мы помним, все, что мы знаем. Если это не сделать, то, наверное, мы превратимся в Иванов, не помнящих своего родства. И поэтому это очень важно, что наши детишки, дети нашей школы и учащиеся других школ могут прийти сюда и здесь прикоснуться к частичке вот этой вот священной войны. Мимо страниц военной истории не пройдут воспитанники гимназии номер 41. Ближе к событиям прошлого века их сделал новый музей боевой славы. Он стал объемной военной энциклопедией, на страницах которой «Правда о военных годах». Здесь представлены живые картины из времен Великой Отечественной войны. То, что мы рассказываем на уроках мужества и то, что представлено в музее, это, в принципе, идентично. Я, например, помню войну, но помню ее глазами семи-десятилетнего мальчишки, когда был в оккупации и видел это своими глазами. Львиная часть экспозиции музея посвящена дважды герою Советского Союза Павлу Степановичу Кутахову. В судьбе гимназии он сыграл ключевую роль. С его распоряжения началось строительство учебного заведения. Другие стенды музея рассказывают о судьбах люберецких семей, участников Великой Отечественной войны. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Военно-патриотическая игра «Кубок мужества» в очередной раз собрала школьников со всего округа. Более 120 юных люберчан поборолись за звание победителя. В этом году мероприятие посвятили юбилейной дате – 75-летию Великой Победы. Томилинский парк сказок на один день стал большим военным лагерем. Сотни людей в форме цвета хаки, полевая кухня и армейская полоса препятствий. Так выглядит военно-патриотическая игра «Кубок мужества». Она проходит в городском округе уже около 10 лет. Конечно, мы посвящаем нашу сегодняшнюю игру 75-летию Великой Победы. Потому что этот год у нас год памяти и славы. И мы обязаны везде об этом говорить, вспоминать наших ветеранов, посещать их. И, конечно, эта игра – это такая составляющая часть вот этих мероприятий. «Кубок мужества» – это промежуточный этап масштабной программы «К защите Отечества готов». Он рассчитан на школьников среднего звена. В сентябре военно-патриотическая игра проводилась среди учащихся начальных классов. А завершит этот цикл весенняя зорница с участием старшеклассников. «Раньше, когда мы начинали эти игры, да, были в основном только одни ученики. Сейчас в большинстве случаев это команды юноармейские команды из школ. То есть те ребята, которые целенаправленно готовятся к армии, которых готовят в школах. И они, естественно, стали показывать достаточно достойные результаты». Сборка-разборка автомата, армейский биатлон, метание гранаты. На пути каждой команды 10 испытаний. В этом году добавили новые этапы – строевую подготовку и самооборону. «Каждый день после уроков мы оставались в кабинете, делали всякие упражнения, старались. Потом выходили на территорию школы, натягивали такие же веревки и пытались сделать. У меня команда достаточно хорошо подготовлена. Я думаю, что мы можем рассчитывать на первое место. Мы здесь уже были в прошлом году. Мы заняли Кубок Мужества». И на этот раз 52-я школа показала наилучший результат. Воспитанники клуба «Феникс» стали победителями. А 2-е и 3-е места завоевали команды из 20-й и 18-й гимназий. Луизия Газырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Число Пи, формулы и решение уравнений. Все это пришлось вспомнить участникам всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». Экзамен собрал желающих со всего округа в Красковской гимназии номер 56. Для этого в учреждении оборудовали 11 аудиторий. Желающих почувствовать себя на месте школьников оказалось немало. Экзамен сдали 165 человек. Требования к родителям такие же, как и к школьникам. Поэтому на пробной работе пришлось потрудиться. Тем более «ЕГЭ по математике» самый сложный для родителей. На него отвели три часа. Столько же отводится и для выпускников. На самом деле, хоть и базовая математика, но она требует тоже определенных знаний, потому что формулы забываются даже элементарные, которые, как бы, кажется, мы знаем все. Я думаю, все-таки родители готовились к экзамену, повторяли очень тщательно. И у них есть возможность написать его блестяще. Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей» проходит ежегодно. За время проведения она стала популярна среди тех, кто давно закончил школу. Экзамен по математике заключительный. Его результаты будут известны в течение недели. Люберецкая кадетская школа отметила юбилей. Со дня основания учреждения прошло 25 лет. Эту знаменательную дату сотрудники и воспитанники школы отметили в кругу почетных гостей. На праздники побывала наша съемочная группа. В этот день в кадетской школе особенная атмосфера. У праздничной фотозоны очередь из желающих сделать снимок на память. А в книге пожеланий ежеминутно появляются новые записи. Я, конечно, желаю процветания, конечно, желаю новых побед, конечно, желаю благодарных учеников. Коллективу школы желаю процветания на долгие годы, а ребятам достижения новых высот. Чтобы они росли надежными гражданами нашего государства. К кадетской школе есть чем гордиться. За 25 лет из этих стен выпустилось около 3000 учеников. 125 из них медалисты. По итогам прошлого года общеобразовательное учреждение вошло в топ-300 школ Московской области. Длина дороги предсказана судьбой, а вот ширину дороги делают люди. И я хочу сказать слова огромной благодарности всем тем, кто находится сегодня в зале. Потому что эти 25 лет мы шли по широкой, наполненной яркими событиями, победами дороги. Добросовестный труд и профессионализм сотрудников школы отметили благодарственными письмами главы округа и депутатов Московской областной думы. На празднике присутствовала первый директор школы Валентина Завьялова. Я выражу только свою огромную радость, что я вас всех вижу, что вы пришли на это торжество. И особая моя благодарность, конечно, всем тем, кто начинал со мной 1 сентября. В этом году в истории кадетской школы начнется новая страница. 1 сентября для учеников младших классов откроется пристройка на 200 мест. И это событие станет еще одним поводом для большого и яркого праздника. Луиза Игазырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Накануне Международного женского дня глава люберец Владимир Ружицкий встретился с представительницами сообщества «Нежный бизнес». На сегодняшний день в рядах общественного движения женщин-предпринимателей 35 люберчанок. Среди них кондитеры, декораторы, организаторы праздников, производители мебели и пряжи. На встрече обсудили актуальные вопросы бизнеса и ближайшие планы сообщества. Я искренне хотел бы вам пожелать, чтобы вы были всегда успешны, здоровы. В этой конкурентной среде были бы самыми конкурентными. И всегда ваши товары, услуги, они были бы востребованы. Напомню, общественное движение женщин-предпринимателей «Нежный бизнес» создано по инициативе Министерства инвестиций и инноваций Московской области в январе прошлого года. Международный женский день. За век своего существования и с памятной датой с настроением протеста, он превратился в торжество с ароматом мимозы. Если раньше 8 марта женщины заявляли о своих правах и проблемах, то теперь все заботы барышень принимать поздравления и цветы. А заявляют теперь как раз-таки мужчины о своем восхищении прекрасными дамами. Мы обожаем и очень любим красивых наших девчат. 8 марта, 8 марта песню вам посвятим. Наши любимые неповторимые вас поздравить хотим. Вот такую сиренаду прекрасным дамам ЛГЖТ посвятили их мужественные коллеги. Не украшение дракона, конечно, но тоже подвиг. Совершать поступки ради представительниц прекрасного пола в тресте готовы ежедневно. Женщин здесь называют сердцем коллектива. Я, вы знаете, искренне благодарен моим сотрудницам, вообще всем женщинам, которые в нашей жизни есть. Я желаю самым главным женского счастья. Там есть и здоровье, и семья, там есть и дети, у кого внуки. И я абсолютно убежден в этом плане человека, что женщины должны быть счастливыми. Именно простое женское счастье загадывают женщины в канун 8 марта. Когда все права окажутся отвоеваны, дамам хочется быть хрупкими нимфами, окруженными заботой и вниманием. Но и немного простых женских радостей не помешает, чтобы мужчины носили на руках и дарили цветы. Сегодня мы слабые, сегодня мы женщины. Мы очень любим наших мужчин, которые, в принципе, каждый день в году, они нам об этом напоминают, стараются как-то нашу работу, наверное, хоть немножечко скрасить. Цветов и серенад в канун 8 марта у прекрасных сотрудниц ЛГЖТ было вдоволь. Главным подарком дамам стало выступление артистов. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Библиотека «Бригантина» зажила второй жизнью. В стенах учреждения заработал первый в округе клуб активного долголетия. В рамках губернаторской программы жители могут заниматься творчеством, спортом, путешествовать и обучаться компьютерной грамотности. Анна Троян побывала на открытии и узнала, каким спросом пользуются у люберчан такой досуг. Активное долголетие – это тот случай, когда душа поет. Открытие клуба в «Бригантине» заставило пуститься в пляс всех гостей праздника. А активные долгожители, которые живут рука об руку со спортом, провели энергичную зарядку. Первый клуб активного долголетия вступила Нина Костомарова. За три года занятий скандинавской ходьбой почувствовала в себе бодрость. И теперь готова открывать новые грани пользователя компьютера. Сейчас ни один человек, уже ни ребенок даже, и не взрослый. И, естественно, мы не хотим отставать от них даже в своем возрасте. И нам это интересно, нам это нужно, нам это необходимо. Компьютерной грамотности «Бригантине» обучают уже несколько лет. Теперь занятия по вторникам и средам пройдут в рамках губернаторского проекта. Как пользоваться интернетом и простейшими программами узнают 16 начинающих пользователей. Но вскоре такую возможность получат больше желающих. Глава округа подарил классу сертификат на новое оборудование. А по четвергам в стенах библиотеки царит творческая атмосфера. На уроках изобразительного искусства активных долгожителей учат отдыхать через призму художества. Вдохновляться начинающим Малевичем помогает педагог с большим стажем. Программа губернатора помогла Ольге Лудковой вспомнить любимое дело. Как раз душа и поет. Созидание прежде всего. Это все дарим. Во-вторых, это люди вешают на стенку. И людям приятно, и нам всем. В Люберцах активное долголетие началось с тренировок по скандинавской ходьбе. В скором будущем участников проекта, помимо прочих занятий, ждут познавательные лекции о здоровье и путешествия с экскурсиями. В познании мира возраста не существует. Поэтому познавайте, дерзайте, воспитывайте более младших, чтобы они тоже проявляли тягу к жизни. Больше вариантов досуга для взрослых люберчан появится с открытием еще 15 филиалов клуба. А уже в этом месяце в Люберецком округе откроется центральное подразделение активного долголетия. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ Подарок любителям четвероногих сделал художник Виктор Марков. В Люберецкой картиной галереи он открыл персональную выставку полотен, главными героями которых стали кошки. Среди первых гостей экспозиции оказалась наша съемочная группа. Грациозные, строптивые, мартовские. Кошки вдохновляют Виктора Маркова уже 25 лет. Первой пушистой натурщицей художника стала четвероногая мурка в далеком 1995-м. С тех пор на холст мастера изобразительного искусства попали десятки усатых-полосатых. Да, кошки, да, можно к ним относиться очень легко, но их грация, их красота, которую вы передаете на своих картинах, она всем понятна малому поколению и взрослому поколению. Выставка «Мартовские коты» объединила 30 картин. Большинство работ выполнено в технике черно-белой и цветной графики. Сам автор особенно выделяет карандашные и пастельные наброски. Я считаю, что набросок служит основой всего изобразительного искусства. Так как музыка начинается с ноты, надо слышать, понимать ноту. Так же надо делать, я считаю, художники должны заниматься набросками постоянно. Виктор Марков – люберецкий художник-рекордсмен. За свою карьеру он принял участие более чем в трех сотнях выставок, а экспозиция «Мартовские коты» стала 41-й персональной выставкой автора. Увидеть ее можно до конца марта. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Самые ловкие, сильные и быстрые со всего региона встретились в Люберцах, чтобы определить лидера и получить призы губернатора Московской области. Городской округ принял областной этап соревнований «Веселые старты». Звук свистка и команды работают на полную мощность. На областном этапе нет права на ошибку. Соревнования собрали только сильнейших учащихся школ региона. Пчелки из 54-й школы Октябрьского второй год становятся лучшими и защищают честь округа на веселых стартах. Ребята усердно готовились к финалу соревнований. Эти пчелки любят спорт и все, что с ним связано. Веселые старты – это соревнования за почетные призы, кубки и награды губернатора. За них сразились 9 команд со всех уголков Подмосковья, которые прошли три отборочных этапа – от школы до междугородних состязаний. Увидеть областную эстафету захотели многочисленные почетные гости. Я хотел бы пожелать, чтобы победила дружба, чтобы вы встали на рельсы такого спортивного азарта. И, возможно, кто-то из вас в перспективе будет выступать за сборную России. Силы воли, силы духа. Будьте здоровы. Ну и самое доброе пожелание. Веселые старты объединяют всех, кто съезжается на соревнования. И даже оценивают здесь способности не только юных спортсменов, но и тех, кто приехал их поддержать. Не жалея силы голоса, болельщики добавляли уверенности командам. Юберцы! Юберцы! По инициативе Министерства спорта Московской области проверяют ребят на ловкость, меткость и смекалку ежегодно. Кроме кубков и медалей, призеры получают хорошую финансовую поддержку, которую направляют на развитие спортобъектов в учреждениях. А еще соревнования имеют и духовную составляющую. Веселые старты – это сила, ловкость, умение и, конечно же, радостное настроение, когда проходят эти соревнования. Ну а с самым приподнятым настроением уехали обладатели первых трех мест. Лучшими из лучших стали ребята из Подольска, Балашихи и Каширы. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Весело, шумно, с размахом. В Люберцах отметили широкую масленицу. Во всех парках городского округа развернулись праздничные площадки с традиционными угощениями, играми и обрядами. В центре народных гуляний побывала Луиза Егезарян. Народные гуляния в честь проводов зимы стартовали в городском округе ровно в 12 часов. В Центральном парке празднование началось с концерта и масленичного парада. Жители Люберец устроили торжественное шествие с ростовыми куклами собственного производства. Четыре дня мы ее делали. Высокую, нежную, воздушную, весеннюю. Украсили ее цветами. Напекли блинов настоящих. Кажется, что настоящие – это, конечно, фетр, но выглядит как настоящие. Творческий конкурс проходит в Люберцах не впервые, но такого большого количества участников еще не было. Участвовало 35 кукол. Всю масленичную неделю жители городского округа голосовали за понравившуюся куклу. Куклы находились в нашем музейно-выставочном комплексе. Более 500 человек проголосовали за куклы. Выбрали лучшую. Какая это секрет? Авторов лучших образов масленицы объявили на главной сцене. Без поощрительных подарков не остался ни один участник конкурса. И сегодня на самом деле красивый такой, солнечный, по-настоящему весенний день. Я искренне сегодня хотел бы вам пожелать хорошего настроения. Весна – это что-то новое, это обновление. Мы все ждем каких-то чудес. Я думаю, что с приходом весны мы это все с вами получим. Ледяной столб, перетягивание каната и метание валенка. На одной площадке сразу несколько традиционных русских забав. В этот день в атмосферу старорусских гуляний окунулись все, независимо от возраста. Масленица – праздник веселый, вкусный и дружный. Все от мала до велика радуются проводом зимы. Кстати, в этом году последний день масленицы символично совпал с наступлением календарной весны. Получился двойной праздник. А если точнее, то даже тройной. В воскресенье перед Великим постом православные верующие отмечают церковный праздник. В этот день принято просить друг у друга прощения за причиненные обиды. Я прошу прощения у всех, кого обидела хоть чем-нибудь, вольно или невольно, даже мысленно. Прошу от души прощения, кого обидела, всех своих знакомых, друзей. Извините меня. Попросили друг у друга прощения, теперь можно смело есть блины. До наступления строгого поста еще есть время. Ну как, вкусно? Яма. И столько. Но в этот день блинами не только угощали, но и учили, как их печь. Участником мастер-класса по приготовлению главного праздничного блюда стал глава-люберец Владимир Ужицкий. Еще одна масштабная точка народных гуляний – парк на Наташинских прудах. В самом центре праздничной площадки огромное чучело. Его сожжение станет кульминацией «Масленичная неделя». А пока гости парка участвуют в спортивных и развлекательных конкурсах, угощаются блинами и танцуют под любимые песни. Очень хорошо, весело. С кем пришли? Со всей семьей. Все нравится. Хороший праздник. На память о самом веселом и шумном празднике можно купить различные сувениры. Большим спросом пользуется главный символ – чучело-масленицы. Эти куклы ручной работы. Очень хорошо покупают. Очень хорошо люди участвуют в праздниках. Детки тоже с удовольствием выбирают эти изделия. И вот этот момент настал. Пришло время официально провожать зиму. Чучело-масленицы сгорело за считанные секунды. И если верить народным преданиям, то с такой же скоростью вместе с ней ушли все печали и невзгоды. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова